Дорогие друзья, очень приятно видеть вас, собравшихся на наш новый проект, но с моей точки зрения необычайно важные, формулы семьи. Более всего люди приходят с проблемами, связанными с семейными кризисами, с тем, что люди абсолютно не обученные великому искусству создания семьи, поэтому мы, еще раз повторю, постоянно сталкиваясь с такими проблемами, решили начать эти беседы с желающими. А для диалога с вами, для рассказа и ответа на ваши вопросы, мы пригласили, с моей точки зрения, на сегодняшний день самых опытных и самых интересных преподавателей. Преподаватели из большой буквы, которые знают, как ответить на множество вопросов, как научить людей вот по тем темам, которые мы вместе с ними определили. Занятия будут строиться так, час или около часа беседы, если хотите лекция, сообщения нашего специалиста, а потом ответы на вопросы, на ваши вопросы. Я хочу пожелать вам помощи Божией, радости, радости познания в одном из самых важных уроков, который будет продолжаться целый год, уроков семейной жизни. Ну и, конечно, счастья, радости, любви ваших нынешних и будущих семьях. Храни вас Господь, передаю вас торжественно в профессиональные руки ваших будущих преподавателей. Храни Господь. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень рада здесь быть. Меня зовут Сударикова Татьяна Юрьевна. Я клинический, перинатальный и социальный психолог. Я работаю с людьми, и у меня достаточно богатый опыт работы с людьми в разных сферах. Я работала в медицинском центре, я готовила родителей к рождению ребенка. Это не просто подготовка к родам, это всеобщая подготовка к рождению, к родительству. Я сопровождала роды в роддоме. Такой опыт у меня был два года. То есть это тоже такой большой пласт моей жизни. И так хочу быстренько завершить рассказ про себя. На сегодняшний день я работаю только в личной терапии, работаю с травмой. У меня достаточно сложные клиенты. Клинический психолог я не просто так. Мне необходимо понимать, где проходит граница, где уже не моя компетенция. Поэтому работа с травмой как раз и заставляет меня в первую очередь присутствовать здесь и сегодня, и на этом проекте в принципе. Потому что, как показывает эта практика, как показывает опыт моих коллег, и вообще, как наша жизнь устраивается, все мы родом из детства. Это избитая фраза. Вы можете слышать из любых источников. Это давно уже говорится и психологами, и не только. И это та самая истина, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Мы ничего не можем с этим поделать. Детство было у всех. Какое бы оно ни было, оно было. И так случается, что, когда мы еще дети, мы накапливаем различный жизненный опыт. И этот различный жизненный опыт откладывается в нашем бессознательном, на нашем подсознании, как угодно это назовите, и влияет таким образом на всю нашу последующую жизнь. Есть, например, такая тема, почему книги по психологии не работают. Эта тема такая моя излюбленная, потому что я работаю с людьми, и иногда говорят, а давайте мне какую-нибудь литературу я почитаю. Я все поняла, мне там не хочется копаться, вот это все болезненное поднимать. Вы мне что-нибудь подскажите, а я почитаю. Я, конечно, имею богатый опыт литературы, я имею в виду прочитанную литературу, накопленный багаж. Я, конечно, что-то могу порекомендовать, но всегда предупреждаю, что вы можете читать, вы можете соглашаться внутри на то, что там приводится, и изучить множество книг. Вы можете понять, как это работает, но, к сожалению, внутри себя что-то поправить с помощью книг не получится. Просто потому что, я уже припоминала это, есть защитные механизмы, которые вас же будут защищать от новых каких-то реакций. У нас есть такая штука, структура, такая мозг, в нем есть префронтальная кора, в которой заложены уже все те реакции, которые вы выдаете сегодня в жизни. И пока мы не поработаем над теми событиями, которые повлияли на эти автоматические реакции, они не поменяются. Меня зовут Елена Шедловская, и моя тема, скажем, основная, которую я буду рассказывать, это психологическая поддержка и помощь в общем понимании. Я психолог, перинатальный психолог, клинический психолог, забыл добавить, и руководитель благотворительного проекта «Душевный подарок». О нем я обязательно расскажу. Чем же я буду заниматься с вами или с тех, кого, может быть, вы порекомендуете, для того, чтобы приходили на наши лекции. Во-первых, основная моя тема – это, конечно, семьи. Я работаю уже 15 лет, начиная от беременности, детско-родительские отношения. Я создала свою семейную школу будущих родителей. Это девушка, которая находится сейчас в колонии. Я также готовлю мам к родам, которые находятся в заключении. Они рожают там и воспитывают своих детей от нуля до трех лет. Следующее у меня начинаются подростки и ранние, тоже дошкольники, практический курс по половому воспитанию. Следующая тема, одна из самых сложных родителей, которой сложнее всего тоже говорить, как и половое воспитание – это диалог о смерти. Что такое смерть? Чаще всего, так я практикующий психолог, я сталкиваюсь с тем, что когда кто-то умирает, если это близкий родственник, даже кошечка, собачка, то что чаще всего говорят родители? Не плачь. Не плачь. Это что? Это запрет, да? Да. Дальше. Какую еще мы модель выдвигаем для детей? Что-то произошло. Убежала, улетела, забрали, украли. Но слово «смерть» в принципе не произносится, потому что смерть действительно очень слово, которое нас пугает. Мы можем даже физически испытывать разные чувства. Потому что смерть равно горе, есть стадии горевания, про которые обязательно я тоже буду рассказывать, как вообще проживать эти стадии горевания с ребенком, и не только с ребенком, но и нам, взрослым, это полезно. Чаще всего это, конечно, фантазии по поводу того, что улетел на небо часто, да? Все зависит еще от того, в какой культуре мы находимся, вероисповедания, да? У каждой семьи есть свои традиции, как они переживают это. И, к сожалению, если с кошечкой, с собачкой родители могут еще обмануть как-то, то если это произошло с мамой, с папой, в этом плане сложнее. То есть одна из самых сложных тоже тем. Здравствуйте, меня зовут Наталья Кочебина, я приехала к вам из Москвы. Начну немножечко о себе, о профессиональной деятельности. Я мама, мама восьмерых детей, многодетная мама, 26 лет в браке. Мы имеем трех мальчиков и пять девочек. От 25 до 6 лет включительно. Соответственно, вся моя деятельность всю жизнь проходила в семье, вокруг семьи, вокруг детей. И в профессию меня тоже привели дети. Первое мое образование было юридическое. Четвертый ребенок у меня родился с патологией речи. И мне пришлось окунуться во всю эту психологию, дефектологию, логопедию. Потому что на тот момент мы имели диагноз моторной аллалии, если кто-то знает, что это такое. Это несформированность речи. Когда ребенок рождается, у него отсутствует речь. И в процессе взросления она не формируется далее. И мы ее формируем уже... Мы преподаем русский язык как иностранный. Мы ее просто формируем. Если у человека случается инсульт, она у него распадается, то ребенок рождается просто пустой. И я получила такого ребенка. И мне пришлось во все это окунуться, потому что тогда не было специалистов. И заусучив рукава, мы ее взрастили. Сейчас девочке 18 лет. Она поступила на бюджет в Губкино. Все хорошо. Я имею профессию. И работаю с такими детками, со сложными детками. Я сначала все это прошла, а потом пошла учиться. И все мои знания подкреплены моим личным опытом. Вот этим я и буду делиться здесь. Темы у меня такие здесь. Я мама, я специалист. Вот к чему я пришла. Что такое быть мамой, быть специалистом и быть еще в семье, и не выскочить из этой семьи? Как это все сочетать? Вот на основе своего личного опыта, на основе тех семей, с которыми я работаю, на основе тех мамочек, которые тоже имеют деток и реализуются вне семьи. Потому что реализация у мамы может быть абсолютно разная. Кто-то варит борщи, читает сказки, и ему достаточно, он реализован. А кому-то надо больше. И здесь правильно все говорят, под одну гребенку никого не гребут. Если маме нужно выйти, это нормально. Поработать где-то. А ребенку нужна счастливая, здоровая мама. И если мама чувствует себя там, и набирается там сил, и приходит к ребенку, улыбается, и дает ему. Ребенку много не надо, ему нужна любовь, внимание, забота. Кормить, любить, гулять. Что мы советуем, когда рождается ребенок? Кормить, любить, гулять. Купать не обязательно, они к чегарме не работают. То есть, если мама каждый день ребенка не купает, это не страшно. Ничего страшного, пусть она поспит лучше. Ну, может, кто-то со мной будет не согласен, но я на основе своих восьмерых, и еще кучи рядышком, я это прекрасно поняла, что ничего критичного в этом нет. Вот об этом я буду разговаривать. То есть, первая моя тема будет, это моя мама и специалист. Это очень важно еще, почему нужно себя реализовать. Потому что, когда дети вырастут, они создадут свою семью. И вот чтобы мама не лезла в эту чужую семью со своим уставом, мама должна чем-то заниматься. Она должна научиться отпустить, сепарировать и не лезть. И вот чтобы ей там больно не было, а нам всегда больно, я в этом году выдала первую дочку замуж и прошла, разрешила себе все, что можно, все эмоции, прошла на собственной шкуре все, что написано в книжках. И поняла, что должна быть реализация обязательно, чтобы вот до внуков можно было чем-то позаниматься, чтобы тот брак не разрушился. Поэтому об этом будем говорить. Это очень важно. Дальше у меня тема идут. Трудный возраст, подростковый, детский, кризисы детей, кризисы семьи. А что такое трудный возраст? Все знают, да? Трех лет, пяти семи лет, подростковый период. Но у взрослых тоже есть трудный возраст. И вот что делать, когда трудный возраст ребенка накладывается на трудный возраст мамы или папы? Как выжить? Вот об этом тоже будем говорить. Опять же, исходя из собственного опыта и большого количества практики. Еще тема будет беременность, роды, подготовка к родам. Здесь многие коллеги будут об этом говорить, но я буду немножечко говорить в своем ключе об этом. И мне очень хочется поговорить именно с молодыми мамами, которые вот только-только родили. Как сделать так, чтобы в первые полгода, год после родов брак не распался? Потому что по статистике очень большое количество браков распадаются именно вот на период рождения ребенка. Три месяца проходит, эйфория проходит, дефициты падают, сон уходит, нервы растут и начинаются проблемы. И вот мы будем говорить, как сделать так, чтобы всем было комфортно, чтобы муж не ушел, чтобы жена не кричала. То есть вот это я тоже считаю очень важным, и будем это проговаривать. Также у нас будет тема потери, перинатальные потери. Опять же, буду транслировать только то, что пережила сама. Потому что помимо восьмерых детей, которые у меня здесь есть, у меня еще есть несколько детей, которые не пришли сюда. И этот опыт я тоже получила. Когда я вышла из этого состояния, я поняла, что его надо транслировать. Ну, раз этот опыт был получен, молчать нельзя, нужно об этом разговаривать. Я не только логопед, дефектолог, психолог в частной практике. У меня был опыт работы в школе. Я пять лет руководила социально-психологической службой. Как раз попало это на тот период, когда ввели в ГОСОВЗ в Россию. Кто такие детки с ОВЗ, я думаю, что все знают. Это детки с ограниченными возможностями по здоровью, с различными диагнозами. Это будут и психологические, и психические, и педагогические диагнозы разные. Вот я пять лет руководила такой службой. У меня были в подчинении логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги. И мы каждому ребеночку, который приходил к нам в общеобразовательную, обученную московскую школу, создавали маршрут и работали с ними. Меня зовут Вероника Вихтер. Я психолог-консультант, семейный психолог, перинатальный психолог. Специализируюсь на детско-родительских отношениях, как и многие из нас, на психологию родительства. Также консультирую семьи в ситуации кризиса, в ситуации конфликта. И тоже работаю с утратой, с потерей. Согласно с Натальей, что это одна из важнейших тем, которая зачастую замалчивается, не проговаривается, а ее очень нужно говорить, проговаривать, обсуждать и помогать людям переживать, чтобы смочь жить дальше. Я вот хочу вас спросить. Я уже третий перинатальный психолог, кто сегодня здесь стоит. У нас в команде есть еще, может быть, непонятное слово, перинатальный психолог. Может быть, сказать что-нибудь на эту тему? Знаете, кто такой перинатальный психолог? Кто знает? О, извините, извините. Ну, здесь понятно, здесь к вам вопросов нет. Да, действительно, у нас как-то так вот совпало, что мы подобрались к команду нескольких перинатальных психологов. Почему? Потому что вообще, если мы берем медицину, то перинатальный период – это примерно с 28 недель беременности до 7 дней рождения малыша. Перинатальный психолог берет период гораздо шире, начиная от подготовки к беременности, от планирования малыша и уже до 3 лет. А там, соответственно, могут быть и более старшие дети, взаимоотношения в семье. То есть, в общем-то, мы берем всю ситуацию семейную, все детско-родительские отношения, отношения сиблингов между друг другом. Смотрим на проблему очень широко, поскольку уже тоже многократно сегодня было сказано, что очень много закладывается в семье, в детско-родительских отношениях, что все мы родом из детства. Тема – это всеобъемлющее. Перинатальный психолог, он действительно работает не просто с беременными, как есть такой стереотип, что это, наверное, психолог в роддоме. Нет. Мы начинаем работу с родителями, еще начиная с планирования беременности. Кто-то приходит в момент, когда узнали о беременности. Кто-то приходит после родов, действительно, когда эйфория прошла, вот эти вот мимишные, простите, гормоны уходят, нежность уходит, остается истощение, остается усталость, появляются нервы, появляются эмоции, которые мама сама от себя не ожидала. В общем-то, приходят женщины к нам на разных этапах, и мужчины приходят, и папы, с ними тоже работаем. И поскольку я считаю, что детско-родительские отношения основополагающие вообще, потому что мы все чьи-то дети, и действительно, то, как мы вообще ощущаемся в мире, то, как мы ведем себя в мире, то, какие у нас есть привычки, привычные модели поведения, то, как мы реагируем на те или иные события, то, как мы радуемся, как мы грустим, как мы выходим из конфликтов, как мы справляемся с трудностями или не справляемся, и это все очень-очень-очень завязано на детско-родительских отношениях, на наших отношениях с нашей семьей, с нашими так называемыми значимыми взрослыми. Поэтому, когда приходит мама беременная или на этапе планирования беременности, это очень большая радость, потому что у нас есть прям запас времени поработать с этой семьей прямо вот с самого начала. То есть у нас есть возможность помочь семье как можно более рано, работать над выстраиванием отношений их в семье, потому что ситуации абсолютно разные. Бывает беременность ожиданная, желанная, долгожданная, бывает неожиданная. Если беременность не запланированная, спасибо, это вовсе не значит, что дальше все пойдет плохо. Мы просто помогаем маме настроиться на ребенка, подготовиться к встрече с ним и выстроить дальше отношения. Точно так же и напротив. Беременность очень желанная. Если мама много лет к этому шла, и вот оно случилось, это совершенно не факт, что она к этому готова на самом деле психологически, что она справится. То есть с ней тоже надо работать, тоже нужно и можно помогать, подсказывать. Тем более действительно там возможно повышенная тревога за счет того, что есть сверхценность вот этой долгожданной беременности. То есть все ситуации очень разные. Тоже, как уже сегодня говорилось, все семьи очень разные. Иногда это мама и папа, иногда это только мама, иногда это мама и бабушка, иногда это только бабушка, иногда это мама, папа работают вахтой по полгода во Владивостоке и так далее. То есть каждую особенность семьи мы учитываем и помогаем выстроить отношения именно с ребенком так, чтобы во взрослом состоянии мы получили максимально эмоционально стабильного человека. Как это сделать? Как помочь человеку вырасти вот именно таким? Действительно, как уже коллеги говорили, много у нас и травмирующих событий может быть в семье, да и сами мы все не идеальны, родители тоже на основе своих каких-то поломочек воспитывают детей, как могут, как умеют. А самое главное в родительстве, я прям спойлер такой сразу скажу, это увидеть потребность ребенка и на нее откликнуться. Это тоже не значит избаловать, это значит увидеть реальную потребность. Можно приведу сразу пример, чтобы было понятно, о чем я говорю. Например, это уже ближе к моей теме, у меня будет как раз про кризис трех лет, мои любимые возрасти, сейчас у меня среднему сыну столько тоже, перед глазами вот оно все происходит, и теории достаточно. Например, вот типичные детские капризы перед сном. Ребенок капризничает, плачет, мама по времени уже видит, что пора укладываться, по состоянию видит, что ребенок уже хочет спать, ему нужно дать отдых, а он кричит, что я хочу пойти гулять, я не буду сейчас спать, я хочу пойти гулять. То есть истинная потребность в сне, в отдыхе, ложная, выполнить то, что он просит. То есть если мы выполним сейчас то, что он просит, это и будет и балование, и неоткликание на его потребность, и тем самым мы повредим нервную систему, потому что сейчас не дадим ему достаточно отдыха, и так далее, и так далее. То есть вот такие вот маленькие-маленькие моментики, из которых складывается детство, я все это на занятиях с родителями разбираю. Как я уже сказала, мы начинаем с самого нуля, с планирования беременности, с течением беременности, с тем, что происходит в первый год после рождения ребенка, затрагиваем также тему отношений между родителями, потому что они очень сильно меняются, так как поменялся состав семьи. И дальше идем по всем самым сложным, самым таким вот болючим болячкам, которые болят у каждого, наверное, взрослого, у каждого родителя. Это кризис годика, кризис трех лет, капризы, конкуренция между братом и сестрой, между двумя братьями, адаптация к садику, адаптация к школе. Даже можем затронуть тему, если будет у вас актуально, переездов. Можем взять разводы, можем взять отношения с бабушками и дедушками, какие-то сложные или легкие. В общем, открытая ко всему. Ну, также вообще здесь я начинаю со своей любимой лекции о конфликтах, которые называются «Как правильно ссориться». Ну, конечно, ссориться я вас учить не буду, а буду как раз говорить о том, наоборот, как избежать ссоры, как ссору превратить в конструктивный диалог. Это работает как со взрослыми, так и между детьми и родителями, так же и между детьми. Меня пригласили в эту программу участвовать как писатель, журналист. Я долго занималась медицинской журналистикой, но вообще моя специальность – это генетика. И я заканчивала биофак МГУ. Но надо сказать, что с писателем я мечтала быть всегда. Биофак я закончила, потому что так это нравилось моим родителям. И даже в угоду им защитила кандидатскую диссертацию. Но потом я всё-таки стала делать то, что мне нравится. Всё-таки я мечтала писать книги, и последние 15 лет именно этим нужно более. Я этим занимаюсь. У меня очень сложная биография, как вы видите. И я занималась и медицинской журналистикой, и радиожурналистикой. И до сих пор веду передачи на радио «Радонеж». Я работала в генетической лаборатории, в экспедициях, в Центре реабилитации детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, в открытых школах. Сейчас занимаюсь созданием музея свидетелей Луки Войны-Синецкого в Переславле-Залесском. И я думаю, что меня пригласили, потому что в России есть такая традиция, что писатель что-то такое знает, чего, так сказать, может на какие-то вопросы ответить. Но я не знаю, насколько это правда в отношении современных писателей. Я думаю, что правильно меня было сюда пригласить. И я очень благодарна Анастасии, Владыке Тихону. Для меня это большой бонус. Потому что мои книги, они почти все о семье в том или ином аспекте. Начиная с первой моей книги «По дорогам с Казанщины», которая вышла в 2006 году, и которую я писала своим детям, рассказывая перед сном сказку, придумывая на ходу. Потом я бежала, записывала. На утро мне говорят, мама, что дальше? Мама, значит, срочно придумывает. И так получилась эта сказка. «Путешествие брата и сестры по стороне русского фольклора». Ну вот ещё тут несколько книг. Вот доченька, беседа с дочерью о самом главном, которая вышла в издательство патриархии. Детство со святителем Лукоя. Записала воспоминания его внуков, книга о его детях, как он, великий наш святой, воспитывал вообще-то своих детей и внуков. Это была такая неизвестная тема, потому что эти люди всю жизнь скромно молчали и были в тени. И, наконец, последняя моя книга, «Сохранившая любовь», рассказы о новомучениках в церкви русской, она, собственно, тоже о семье, уже о семейной святости. И почти в каждом из шести рассказов, один рассказ о царской семье, потом рассказ о семье новомучеников архангельских, муж и жена, святые, это бабушка и дедушка моей студенческой подруги, поэтому тут я как бы очень близко вообще стояла вот к этим удивительным людям и знала вот её дочь. О чём я хотела бы поговорить? Ну, вот это первая тема, один раз и на всю жизнь. Поговорить о том, почему вот у нас действительно всё-таки вот эта вот мечта, которая, и что с ней происходит в настоящее время. Какие бывают семьи? Почему люди заводят семью? Вообще-то очень много ответов на эти вопросы. И как всё-таки выбрать того человека, который так же, как и ты, понимает? Вот как тут не ошибиться? Ну, это вот опыт написания книг, изучения истории многих людей. Мой личный опыт. Я очень счастливый человек в браке, который не просто достался, скажем, это счастье, но оно продолжается уже 36 лет. Второе, поскольку я детский писатель, я бы хотела поговорить о книгах. Ну, в основном, книгах для детей. Потому что книги... Ну, вообще, что такое чтение с точки зрения физиологии, с точки зрения здоровья? Почему нам нужно читать, а не сканировать, не смотреть комиксы, не смотреть фильмы? То есть это тоже нужно? Почему всё-таки мы не можем обойтись без чтения? И, наконец, вот, да, последняя тема экологического воспитания, то, о чём я уже немного сказала. И тут не только экология планеты, но вот, скажем, экологические страхи. Сейчас очень много экологических страхов, экологическая мода. И экология как бы на всех уровнях. И я надеюсь, что во время этих встреч не только я там чем-то поделюсь, но мне кажется, что и вы тоже меня чему-то научите, потому что, в принципе, это всегда процесс взаимного обогащения, передачи информации. И поэтому я очень надеюсь, что нам будет интересно, радостно и полезно. Меня зовут Юлиана. Я хотела бы поделиться с вами своим опытом воспитания у подростков критического мышления. Ну, как бы, я начинаю, начну с того, что я закончила Российский университет дружбы народов, отучилась там 7 лет. И мне удалось застать тех преподавателей, которые еще как бы на драйве энтузиазма создания какой-то альтернативы западному знанию, значит, пришли работать в этот университет. И вот как-то вот так сложилось, что я была заряжена вот этим пафосом, странами третьего мира, какими-то альтернативными теориями и так далее. И это стало как бы в итоге темой моей диссертации и вообще моим как бы жизненным интересом. Мне стало очень интересно, почему какие-то страны в мире такие популярные, а какие-то страны такие непопулярные. И все это как бы заставило меня пройти определенный путь, стать преподавателем, научиться как-то работать с подростками, а потом выйти на такую форму взаимоотношений с ними, как такой семейный православный историко-дипломатический клуб. Вот я буду об этом рассказывать. Ну я начну с того, что, конечно, не хочется вас сейчас загружать, но тем не менее, как бы есть такая проблема, как проблема гуманитарного знания. То есть дело в том, что в мире существует определенный центр производства и политики знаний. И находится он по обе стороны Атлантики. А Россия, к сожалению, знаний не производит. И не производит его уже очень давно. Она является его пассивным потребителем. То есть в советское время еще была попытка вместе как раз с этими самыми странами Третьего мира, которые были бывшими колониями, создавать какие-то альтернативы Западу. А потом просто после перестройки все это развалилось, и как бы вот так вот пошло по баллонской системе и переросло в такой даосский университет. А это на самом деле очень большая проблема для России, потому что наш двуглавый орел, вот это вот наша позиция, мы как бы и в Европе, и в Азии. И если Россия будет тяготеть только к Европе, то мы потеряем как бы наше восточное начало. Поэтому нам очень важно вот как бы соблюдать баланс. И для подростков, которые сегодня растут, конечно, вот это обилие, засилие вот этой вот западной, американской, не знаю, как хотите ее назовите, глобальной культуры, оно совершенно, скажем так, не позволяет развивать какое-то критическое мышление. Вот дети мыслят очень шаблонно, и в принципе и я когда-то мыслила очень шаблонно. То есть к образованию относятся так, что, ну, главное как бы найти хорошую работу, все. А все остальное, как бы о том, как живет государство, наша страна, какие-то вот философские вопросы, они как-то, знаете, так отметаются совсем. И это очень плохо, потому что сейчас, когда мы столкнулись с проблемой, вот мы немножечко поссорились с Западом, и оказалось, что у нас у самих-то почти ничего нет. То есть, ну, мы опираемся, конечно, на наши такие вот мощные фигуры Пушкин, Невский и так далее. Но, понимаете, то есть нужно еще, конечно, мир-то не стоит на месте. Столько всего интересного происходит. И происходит как бы в других пространствах, скажем так, в том же третьем мире. И, конечно, как-то нужно вот, новые какие-то фигуры должны появляться у нас. И у России в этом смысле, я считаю, огромное будущее, потому что у нас был, мы пережили вообще как страна колоссальный опыт. Во-первых, мы пережили опыт такой вот советской трансформации. Мы трансформировались в Советскую Республику, в такой Советский Союз. А потом из него пережили опять перестройку, еще раз трансформировались. Смотрите, такого опыта, например, нет у Китая. То есть тот же Китай, если мы вот, ну, сегодня это один из таких лидеров, он в фарватере находится, экономики, культуры и так далее. Но, тем не менее, он до сих пор, да простят меня китайские коллеги, поклоняется Мао Цзэдуну. И у них как бы это действительно, это их фетиш, объект поклонения. И если мы с иронией относимся к Мавзолею и к Ленину, уже пережили этот опыт. И, как бы, конечно, это был тяжелейший опыт. Как бы мы все, поколение, которое с этим столкнулось. Но, тем не менее, а Китай такого опыта еще не переживал. Это говорит о чем? О том, что у нас есть колоссальные возможности для каких-то незападных пространств трансформировать и транслировать, прошу прощения, свои знания. То есть делиться, создавать гуманитарные знания, создавать какие-то дискурсы, философские концепции. Что делать в итоге? Что я делаю? Вот раз я столько всего этого понимаю, как бы, что же делать? Буду представлять такую форму, скажем так, такую форму работы с детьми, как образовательный клуб. То есть это некий формат, куда я приглашаю старших школьников, студентов вузов. И мы, знаете, вот как когда-то в Древней Греции Платон собирал свою школу, да, он садился, вокруг него садились в удобные позы, какие-то принимали ученики, и просто они обсуждали, обсуждали, слушали учителя и обсуждали, как бы и каждый мог тоже попробовать себя в роли учителя. Вот приблизительно в таком формате мы занимаемся в клубе. Подростки и одежда, да. Для подростка одежда – это такой достаточно проблемный вопрос. То есть тут какие-то бренды, какие-то еще разные всякие вот вещи. Родители часто с этим борются. Вот я решила подумать, как бы можно было детям объяснить что-то про одежду, чтобы они как бы изнутри на это посмотрели. Тогда мы решили взять такую тему, как иссушение Аральского моря. То есть это как раз экология. Вместе с этой темой мы подтянули сюда фильм о том, как производство хлопка повлияло вообще на экологию планеты, что буквально за XX век было потеряно целое море. А помимо этого еще мы как бы с колониальной такой точки зрения изучили вопрос производства одежды, что все вот эти как бы модные европейские, американские бренды на самом деле производят все это в странах третьего мира, где загрязняются реки, где вот в этих карасильных мастерских все вот эти вот отходы сливаются в те же водоемы, из которых пьют потом вот эти несчастные работники, которые шьют вот эти вот штаны там и так далее, и толстовки. И как это все вообще влияет на экологию планеты. И мы посмотрели даже какой-то фильм BBC, даже задумались о том, почему BBC сняла этот фильм. То есть мы как бы и с BBC поработали, и с одеждой, и со всем. Где-то часа три, наверное, у нас вот был такой семинар. Вы знаете, ребята выходя, они сказали, «Боже мой, как здорово, что мы столько всего узнали». То есть реально вот не хочется там лишний раз уже что-то покупать. И поэтому вот дети увлекаются, хорошо учатся. И, конечно, с родителей снимается такая головная боль, как куда поступать. Дети уже приходят и говорят, там, папа, мама, я четко знаю, что мне нужно, кем я буду и так далее. То есть такая профориентация еще заодно получается. Меня зовут Анастасия Пелячек. И как вы уже поняли, мы все сюда пришли из-за личных причин. Да, то есть мы здесь не просто так, а потому что нам это очень важно и нужно самим. Я тоже мама, как и все предыдущие спикеры. У меня девять детей. Ага, я победила. Ну, так случилось, что я не всех смогла родить сама, и некоторых из них я усыновила. Поэтому в моей жизни это не столько история моего материнства, это еще и история привыкания, преодоления, испытаний, которые нам дарит другой человек, не похожий на нас. и вот научиться его любить, научиться с ним дружить. Наверное, это очень похоже на брак, да? Так, естественно, любить детеныша, которого ты выносил и вскормил грудью. И как трудно полюбить чужого человека со своими ценностями, вкусами, предпочтениями. Как сложно с ним договориться, как сложно научиться доставлять ему радость и получать радость от него. и так получилось, ну, статистически это очевидно, что не все из девяти детей здоровы. И, да, вокруг нас очень много больных людей. Людей с ограниченными возможностями, с особенностями, с какими-то уникальными потребностями. И у меня в семье есть ребенок с задержкой психического развития, и ребенок с глубокой умственной отсталостью, и ребенок с легкой умственной отсталостью, и ребенок с спецзапущенностью. И я могу все варианты примерить на себя. И поэтому, когда я работаю с людьми, я понимаю, о чем они мне рассказывают, потому что я это проживаю каждый день. И это такое приключение. И как говорила Наталья, да, ну, как вот со всем этим еще при этом работать? А вот нельзя со всем этим не работать. Потому что если ты только мама, то тебе трудно, а твоим детям еще труднее. Поэтому я счастлива, что я не только мама, но я еще и жена. И я психолог. А психологи, они разные. Я психолог развития. Это тот, кто интересуется человеком на протяжении всей жизни. И мой последний проект, который завершился в этом году, но по-прежнему мне дорог, это работа с пожилыми людьми с деменцией, с маломобильными людьми, с людьми, которые уходят. Но не резко, а постепенно. И как поддержать их, а еще больше, как поддержать тех, кто за ними ухаживает. Потому что они очень быстро ломаются. А им еще жить и работать, они еще очень нужны. Понятно, что детства у меня очень много дома, поэтому я больше всего люблю работать с супругами. Вот вы сейчас много про родительство слушали, а мне очень нравится. Ко мне приходят пары и говорят, мы хотим ребенка. В школу приемных родители приходят. Мы хотим, чтобы у нас была нормальная семья. Ну а что такое нормальная семья? Это мама, папа и двое детей, желательно мальчик и девочка. А вот с моей точки зрения, это совсем не нормальная семья. Нормальная семья – это, например, бабушка и кошка. Или одинокий отец, которого бросила мама с тремя новорожденными детьми. Или это одинокая мама, у которой много детей. Или это супруги без детей. Потому что нормальная семья – это там, где друг друга любят, там, где дружат, там, где есть близость и доверие. А все остальное, количество членов семьи и их взаимосвязи с юридической точки зрения не так уж и важны. И работая с людьми, я стараюсь, и это тоже говорили мои коллеги, дать точки опоры. Потому что понятно, что у нас куча проблем и куча травм. Мы живем в непростое время. Какая банальность. У нас у всех были непростые родители, потому что они выросли в еще более непростое время. Когда ты четверть века занимаешься психотерапией, ты сразу, ну, в течение первых двух-трех встреч уж точно, а чаще всего все-таки сразу видишь, в чем, в общем-то, загвоздка, где болит. Но выдернуть это, это не помочь человеку. Это убить его. Ведь это его костыль, ведь он на это опирался. Он же теперь вообще завалится и рухнет. Поэтому наша задача не поисправлять, как в тетрадке красной ручкой, все, что неправильно, позачеркивать. Найти то, на что можно опереться. То есть взять и зеленую ручку потерпнуть то, что написано хорошо, правильно, то, что выстоит. И наши встречи, вот эти встречи, которые будут проходить каждую пятницу, которые будут для вас с разными-разными людьми. Вы увидели сейчас восемь наших специалистов, и есть еще восемь. И они все как раз про супружество. И, очевидно, они сейчас со своими супругами, поэтому не смогли этот четверговый вечер посвятить нам. Но в пятницу они к нам приедут. Итак, каждую пятницу у нас будут встречи, которые будут как раз посвящены поиску этих ресурсов. То есть мы будем искать в себе и друг в друге, и в мире, на что можно опираться. И наши специалисты, которых вы сейчас видели, слышали, будут давать вам конкретные инструменты. То есть то, что работает, то, что помогает. Например, я очень люблю говорить про трудное поведение. Вы, наверное, догадываетесь, почему. Но вот есть очень хороший инструмент, который реально работает. Причем, разумеется, все разрабатывалось на детях, а сейчас, хочу вам сказать, работает на всех. На мужа работает, на начальстве работает. Ну, главное, правильно вовремя воспользоваться. Вот такие техники, очень простые, которые вам пригодятся дома, мы и будем вам давать. Пятницу мы будем рассказывать вам все, что нам дорого, все, что у нас наболело, и то, с чем мы научились справляться. А в субботу у нас на следующий день утром всегда будет интерактив. Иногда это будут квизы, интеллектуальные игры, соревнования. Иногда квесты, бегаем и что-то ищем. Иногда театр. Иногда какая-то книжная история. Иногда дипломатические игры для подростков. Иногда это будет тренинг. А иногда мы будем учиться дышать, потому что через тело очень многие проблемы можно решить. Сегодня много говорили о воспитании, и это здорово. Но я поклонник не детоцентристской теории. Может быть, потому что у меня много детей. Я точно знаю, дети, конечно, хорошо, но мама – это еще лучше. И вообще хорошая семья – это там, где люди все друг друга слышат, и все друг другу помогают. Как мечта коммуниста. С каждого по способностям, каждому по потребностям. не только про детские потребности, не только про компетенции взрослых, которые должны соответствовать этим потребностям, удовлетворять их вовремя, качественно и разнообразно, но и про то, чтобы дети вообще-то наши потребности удовлетворяли, про то, чтобы мама была счастлива своей материнской ролью, про то, чтобы супруги получали удовольствие от всего происходящего, потому что главная функция семьи – фелицитативная. То бишь, семья создается для счастья. А иначе зачем? Ну, это такой спорный момент. И мы про это с вами поспорим. На выпускном балу, который будет в конце мая, для чего все-таки создавались семьи? Есть ли там еще какие-то функции у этого странного человеческого объединения? Для чего люди хотят быть вместе? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!